Аделина Сотникова, Россиянка, Россиянка. А сейчас на ваших экранах Аделина Сотникова. Россиянка, защищающая свой титул мировой чемпионки мира, которую она завоевала в прошлом сезоне, пока она на третьей позиции. Для того, чтобы обойти лидирующую на данный момент Грейси Голд, Аделине Сотниковой необходимо набрать в произвольной программе 115,28 балла. А это выше ее лучшего результата в этом сезоне. Каскад 3.3, тройной ЛУЦ, тройной Риттбергер. Исполняет свою программу под музыку Франца Листа. Еще один тройной, очень хороший выезд. Еще один каскад, великолепные пролеты, высота в прыжках Аделины. Каскад 3.2 с небольшой ошибочкой при приземлении. Сложная позиция во вращении. И тройной Сальхов. Элементы стараются исполнять в соответствии с ритмическим рисунком музыки. Досадное падение при исполнении тройного Риттбергера. Аксель 2,5 оборота. Насыщенный элементами программы. Позиция Закула во вращении. И вариация позиции Стоя. Старается эмоционально Аделина отображать оттенки музыки. Сейчас мы видим исполнение. Дорожки. И завершается программа исполнения вращения. Давно мы не видели в исполнении качающейся Либелы. В общем-то неплохо справилась Аделина. Только вот досадное падение. Уже напоминал я, когда была короткая программа, что Аделина на сегодняшний день трехкратная чемпионка России среди взрослых. Первую победу она одержала еще в 12 лет. То есть в своем 15-летнем возрасте можно с уверенностью говорить, Аделина опытнейший турнирный боец. Ее тренер Елена Бодорезова тоже одержала победу в 12 лет. Была чемпионкой СССР. Вот нам сейчас показывают каскад, где была допущена ошибка и падение. Академия. 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 Мы видим на экране Елену Водорезову и хореографа Ирину Тагаеву. Очень хорошо, когда наставник вот так поддерживает своего ученика, ученицу, не ругает, даже после того, как какая-то ошибка была допущена. 111,88 балла. Оценка Аделины Сотниковой за произвольную программу. И она занимает вторую позицию с результатом 168,45. Гресси Голд по-прежнему на лидирующей позиции.